Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми. Сьюзен Хейвард, урожденная Эдит Маринер. Американская актриса, которая пять раз номинировалась на Оскар и в 1959 году выиграла эту награду за роль преступницы Барбары Грэм в фильме «Я хочу жить». Родилась 30 июня 1917 года в Бруклине, в одном из районов Нью-Йорка. Была младшая из трех детей в семье. В 1937 году впервые приехала в Голливуд, рассчитывая получили роль Скарлетт О'Хара «Унесенных ветром». Хотя роль досталась не ей, с девушкой был подписан контракт на съемки в эпизодических ролях. Продюсеры настояли, чтобы актриса взяла имя, напоминающее зрителям об их любимице Рите Хейвард. В 1940-е Хейвард много работала и с каждым новым фильмом мнение об ее актерских способностях улучшалось. Я цитирую переводную Википедию. К середине десятилетия она исполняла главные роли в картинах, где ее партнерами выступали такие звезды, как Гэри Купер и Джон Уэй. Энергичная, рожеволосая дива продолжала оставаться в центре внимания публики и в течение 50-х годов. После получения главной награды американской киноиндустрии в 1958 году карьера Хейвард вступила в полосу кризиса. Кинокритики обвинили ее в растущей склонности к сентиментальным ролям. В 1964 году она была вынуждена объявить о своем уходе из большого кино. Была замужем за актером Джессом Баркером. У них было двое детей. Брак был описан в колонках «Сплетинг Голливуда» как «турбулентный». Они развелись в 1954 году, после чего она предприняла попытка самоубийства. В 1657 Хейвард вышла замуж за бизнесмена и владельца ранчо, бывшего федерального служащего Чокли. Этот брак оказался счастливым, но окончился трагичным. Чокли умер 9 января 1066 года и Хейвард погрузилась в многолетний травм. Она мало снималась в кино, в течение следующих лет переехала из Джорджии во Флориду, потому что она не могла жить в ее прошлом доме после смерти мужа. А еще позже переехала в Калифорнию. Последние годы своей жизни боролась с опухолью головного мозга. 14 марта 1975 года у нее случился припадок дома, после которого она скончалась в тот же день в 57-летнем возрасте. Многие связывают ее смертельную болезнь со съемками фильма «Завоеватель» в Неваде близ Невадского испытательного полигона, где в 1953 году проходили испытания ядерного оружия. Всего в съемках принимало участие 220 актеров и членов съемочной группы, из которых к концу 1180-х, согласно журнала People, разными формами рака заболели 91 человек, из которых 46 не смогли победить болезнь. Вот такое краткое описание о американской актрисе, которая пять раз номинировалась на Оскар, и в 1959 году выиграла эту награду Сьюзен Хейвард. Пока-пока, до свидания.